всех приветствую друзья сегодня у нас интересный телефон от компании фриянда м6 фриянд м6 интересная моделька поюзал посмотрел у нас на днях был обзор м5 можно сказать младшей модели но с 5g здесь 5g нету 4g здесь есть но здесь по характеристикам больше памяти должно быть по спецификациям но у меня как так как инженерный образец в руках у меня внутри то ли это программа печенье так пишет то ли нет то написано 126 почему-то гигабайт хотя на наклеенках на наклейках и спецификация в магазине и здесь должно быть 256 гигабайт телефон на каждый день недорогой тоненький гламурный с отличной камерой умный интеллект присутствует камера как на м5 и мы его уже тестировали камера вообще мне понравилось что мы сейчас сделаем распечатаем покажу комплектацию быстренько пробежимся по настройкам данного телефона по функционалу по фотографируем по возможности у нас зима пришла как видите уже холодно данный телефон холода не боится работаем и сделаем выводы все ценники как обычно будут в описании переходите смотрите недорого телефон отлично впрочем качественная вещь смотрим комплектацию посмотрим давайте буду в перчаточка потому что холодно на улице видим что спецификации на коробке нету фреян м6 может у меня инженерный образец может нет официальный спонсор по бомбинтону данная компания выдавая телефона история долго он до меня добирался трудная история что мы видим сам телефончик телефончику мы чуть чуть попозже вернемся давайте комплектацию посмотрим комплектация м6 user guide русский язык не вижу но не знаю нужен он здесь не нужен может и не нужен о смотрите здесь у нас три сразу же вариации две sim карты флешечка до двух терабайт вот это да зарядное устройство и 18 ватт если не ошибаюсь производитель до заявляет батарея 5000 миллиампер отега поддерживать данный телефон можете флешку подключать обратной зарядки нету usb кабель type-c и скрепочка скрепочка нам пригодится давайте это отложим вернемся к самому телефончику телефон фреян м6 видим так как бы не улетела у меня на сегодня это ветер здесь нехорошие сразу же спецификации вынесены на транспортировочной клинке давайте пробежимся 256 гигабайт встроенной памяти 16 гигабайт оперативной но 16 гигабайт это 8 гигабайт физической 8 виртуальной да вот здесь это продублировано 8 ядерный процессор 2 гигагерца частота у данного процессора задняя камера 50 мегапикселей с умным интеллектом м5 мы тестировали с вами камера здесь обалденная фронтальная камера 8 мегапикселей умеет снимать в 720p видео для сэлфи пойдет nfs присутствует батарея 5000 миллиампер здоровенный дисплей 7.8 full hd 120 герц разверка вот это да да IPS матрица 18 вар быстро зарядочка смотрите сразу же идет силиконовый чехольчик в м5 модели который 5g у нас был буквально на днях его нету нас холодно задубило немного вот такой силиконовый стекольчик сейчас мы его пока уберем так по самой модельки здесь то ли стекло то ли пластик модель фреян блок камер 50 мегапикселей и две камеры по 2 мегапикселя бака и размытия и макросъемки еще и фотоспышка между прочим телефон приятный достаточно тоненький не знаю может пластик может стекло и отклеваться таким металлом на сайте производителя такого цвета я не увидел вот синий черный и зеленый по салат его а хотя зеленый есть да а может нету или желтый там могу что допутать так сверху что у нас сверху нас ничего нету здесь с правой стороны качельки громкости клавиша включения выключения она же является сенсором отпечатка пальца здесь 8 пиксельная камера разблокировки по лицу присутствует это замечательно снизу спикер динамик микрофон 3 миллиметра джек для наушников или кто в машине aux пользуется вообще удобно и избитая psy с этой стороны у нас лоток под сим-карт давайте мы проверим картинки не будем доверять сами проверим заявляю что сразу же две сим-карты и карту памяти хотя карта памяти здесь таким объемом памяти не бы и без сим-карты да смотрите обалдеть за такие деньги и такой функционал так сим-карту бросим давайте аккуратненько аккуратненько всегда сдирайте потому что здесь вторая клеенка защитная присутствует так у нас опять ветер сегодня как бы у меня ничего не унесло пока накроет так силиконовый чехолчик упал ладно поднимем давайте его включим вроде ничего не упустил не упустил включаю сейчас его настроим и мы с вами по настроечкам как пробежимся фриант android здесь 13 все сейчас я его настраиваем и продолжаем вот такая комплектация давайте мы с вами сейчас по начиночке пробежимся я сюда вставлю видео с экрана вам так удобнее меток удобнее чтобы не вымодриваться не бликовалом ничего так гораздо будет интереснее показывать видео вставляю что мы видим большой яркий дисплей рабочий стол сразу же присутствует меню на телефоне тонкие рамки если мы в меню зайдем видим что он сказать безрамочный телефон сразу же пробежимся по настройкам когда мы зайдем на стройке видим что не голый android картиночки у нас подрисованы глазу приятно все замечательно по всем пунктам меню останавливаться не буду заострю внимание на некоторых устройствах вернее пунктах ну здесь приложение у нас как обычно есть на данный момент у нас трех кнопочная система навигации внизу переключим на свайп и можете настроить опять же уведомления полностью под себя все это настраиваться батарея 5000 миллиампер батарея для данного телефона это неплохо такая батареечка хватило надолго здесь процессор энергоэффективный восьмиядерный и четыре ядра могут работать в режиме энерго сохранения 4 в активном режиме можно сразу 8 задействовать так что здесь все по уму сделано батареи вам хватит хранилище вот у нас засада в чем сохранилась смотрите у меня здесь пишет что тотал всего хранилище 128 непонятно почему 128 должно 256 быть и ну может быть сослёмся что инженерный образец данные для меня тоже это было загадкой товарищи из китая комментировать отказываются здесь можно управлять системой почистить видим что 8 гигабайт оператива 8 встроенный будет 16 можете разумячас данный момент расширена до 8 гигабайт в купе у меня 16 гигабайт чекбокс включает из-за интересного вам хватит за глазами расписание выключения включения кто-то спрашивал если расписание на данных телефонах да можете на ночь чтобы он отключался для если вам не нужно утром он будете за расписание поставить он сам телефон будет включаться звук вибрация посмотрим громкость музыки на мане какой-нибудь включим звука хватает за глаза интересно да звука хватит вам на любую сим карту можете поставить любой звонок также полностью настроить под себя звукоэффекты яркость 90 процентов можно сделать но сейчас не так солнечно день пасмурной яркости мне хватает за глаза еще и запасом адаптивная яркость видим присутствует можете сделать адаптацию что еще у нас тут есть время отключения экрана так нет которые ну это анимация экрана при зарядке можете переключить разные будут у вас анимации некоторые фунты меню не переведены масштаб текст экрана опять же кто кого слабое зрение или там ограниченные физические возможности пожалуйста здесь можно жирный цвет и больше поставить изображение картинки увеличить и шрифт увеличить улучшение отображения видео есть также автопородозаставка подсветка на сбережение это неинтересно обои стиль можете под себя настроить полностью телефон сетки управления опять же кастомизировать смарт управления есть смарт на навигация дважды косинить выключенные экраны для активации тоже мне эту тему это когда вы заблокируете экран и чтобы не дергать кнопку просто он у вас лежит и два раза топнули по экрану экран загораться поднять телефон чтобы проверить уведомления жесты используйте smart жесты smart ответ не беспокоить видите можно кастомизировать телефон для ваших удоб спец возможности есть опять же безопасность кондициальность местоположение безопасность здесь по местоположению здесь система навигации галилео байдо gps глонас 4 системы навигации не заблудитесь ловить спутники быстренько безопасность экстренный случай если вы опять же путешествуете в горы уходите можете сюда данное вбить если что-то с вами случится то в случае чего ваш труп смогут опознать системы все сервисы google видим предустановлены замечательная система зайдем жесты навигация по системе сейчас три кнопки стоит давайте сделаем для меня удобней свайпами сделать хотя кому как наверно сейчас на мороз даже тремяк кнопочная система для меня будет поинтереснее дайте включу потому что холодно на улице минус 12 градусов экран не такой активный так что пусть будет так панель навигации но здесь мы из этого пункта выходим я телефоне mi6 что мы видим здесь android посмотрим сейчас ram 8 версия android 13 память здесь не написано да нету странно почему столько памяти нам дали мало но ладно пусть будет 13 android так что касается по настройкам из-за интересного что здесь ну здесь как обычно сервисы google все предустановлены видим nfs есть можете посмотреть фонарики есть всякие штучки дрючки трансляция экрана даже присутствует потом есть непонятно приложение на китайском языке который я так и не понял для чего похоже на камеру хотя может не камера не знаю что такое у меня опять же телефон прямо с поднебесной есть fm радио без наушников вы его не активируйте наушники надо включить что было как антенной канкулятор но и все наверное диктофон еще присутствует давайте зайдем в камеру интересная камера умный интеллект если вы увидите смотрите вверх тут разное есть фотоспышка распознавание лиц колоризация по настройкам кнопки и затвор быстро и место съемки качество изображений 4 на 3 или 1 3 16 9 почему-то нет странно качество превосходное хедер выключено давайте авто сделаем водяной знак мы включим автоматически добавляем один знак тоже включим таймер выключим воспоминания уровень вот а при улыбке смотрите если вы улыбаетесь обнаружить улыбку он вас сфотографирует наружение черт лица антиблейдинг интеллектуальное распознавание распознавание разных сцен и оптимизация вот это умный интеллект тоже здесь завезено и гогли линз включена гогли линз надеюсь вам не надо объяснять что такое это умный интеллект от гогла опять же подсказки будете наводить камерой на любые тексты на любые предметы если интернет у вас доступен то камера будет подсказывать уводи фотографии объяснение статьи что такое дальше есть режим портрет есть режим панорама есть режим про сверх высокое разрешение есть 50 мегапикселей режим видео по видео давайте зайдем видео кнопки громкости но это же самое умеет телефон снимаете 1080p 30 кадров в секунду фронтальная камера 70 кадров в секунду по 70 720p 30 кадров в секунду тоже вспомогательных на подключение уровень баланс белого антиблейдинг обнаружение лица включение микрофона стабилизации мы здесь не видим но может она и не нужна если снимать видео статические но еще режимы есть таймлап замедленная слабка авто видео фото qr-код macronaut что касается телефона давайте выключим запись с экрана вот такой интересный телефончик ребята простенький многофункционально со своими причудами ему понять почему так сделано но ладно у вас этого не будет что мы сейчас делаем давайте сейчас по фотографируем режимы фото видео сейчас вставлю и сделаем наверно выводы смотрим тест видео посмотрим как макросъем очка у нее пока не быстро смотрите перестраиваться автофокус до 1 пойму вот так снимает задняя камера 1080 30 кадров в секунду селфи камера сколько здесь у нас 78 пикселей вот так снимает звук сами смотрите достаточно холодно аж слезы вытекают стабилизация из не увидел камера 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 пойдет сейчас будут примеры фото поснимаю широкоэкранный форматный бот хотя на шарформат нора не дает постараюсь на полные пикселей поснимать и на средние как там было высокое качество и невысокое смотрим так а а а а и и и и и и Вот такой сегодня у нас был телефончик на обзоре. М6 от компании FreeYand. Между прочим, достаточно известная компания в Китае. Качественные вещи выпускают качественные телефоны. Присмотрите, ссылочки оставлю в описании. Телефон на каждый день купите себе, бабушкам, дедушкам, детям. За такие деньги разве только даром. Стильный дизайнчик в салатовом свете у меня такой интересный телефон. Мороза, видимо, не боится. Сам весь замерз, а телефон до сих пор продолжает работать. И емкость батареи даже не падает. Качество видео увидели, фото, делайте выводы. Мне камера нравится на этих телефонах. Чутенько. Ссылки все оставлю в описании. Всем пока, удачи. Ждите следующих обзоров. Будет много интересного. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok